Итак, всем доброго времени суток. С вами, как всегда, канал Мир вокруг Трилобита. И мы сегодня в Александровском саду днем. Вот здесь сугробы. Мы тут с вами вечером ходили. Но сейчас пойдем в другую сторону. Не влево, а вправо. Со стороны Александровского сада. Идем. Оставайтесь с нами. Вот подошли до памятников истории. И интересные изображения пресочные такие. Так это на что? Это у нас сражение при Березнике. Последняя группа при сражении Единственной войны 1812 года. О! Какие вот здесь интересные картины. Так что можете посмотреть. Так, а вот памятник Александру Первому. Вот он, Александр Первый. Красавец. Такой монумент у него здесь красивый. Такие сугробы. Классно. Так, а вот дорожки. Мы с вами же по таким дорожкам ходили. Несколько дней назад. Ну вот так это все выглядит днем. О, какие горы, какие елки. Обожаю хойники зимой. На фоне башен Кремля. Хороший вид. Так, вот. Авторы памятника Щербаков. Воскресенский и Ангонина. Так, вот монумент Александра Первого. Александровский сад. Красная площадь. Так, ну и здесь тоже интересное изображение. О, какой. Александр Первый. В годы своего величия. Так. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Вот такой у нас здесь зимний пейзаж. Вот так вот здесь стена смотрится. Так. О, елочки. Шикарные виды. Кстати говоря, вон на тропинке. Ха-ха. Есть умельцы, которые ходят не по дорожкам, а по снегу. Да, поднимаются. О, похоже на гигантскую горку. Как будто если кто-то развлекался. Так, здесь у нас есть люди, которые обслуживают территорию. Сейчас отраски. Третья обеда. Так, а нам куда? Вон те ворота. Вон сверху. И продолжим экскурсию. Да, мы здесь еще ремонт не завершен. Так, вот такие елки. И снежные горки. В Александровском саду. Вон какие здесь сугробы. Вот мы сейчас идем ко входу в вооруженную палату. Какие кустики. Шикарные. Вот заметьте, что в каждом парке, где мы с вами были, на Вродевых горах, Сокольниках, и просто погуляли по такому ближнему Подмосковью. Деревья и особенно вот входники, они все снегом заметены по-разному. Вот. Так что гуляем, наслаждаемся пейзажами Москвы зимой. Итак, вот мы прошли Поровицкую башню. Вот. Попали в сторону оружейной палаты. Вот вход. Там, к сожалению, снять нельзя. Но потом интересная экспозиция. Там есть кареты, доспехи, царские одежды 17 века. Так, вот так выглядит Красная площадь со стороны Поровицкой башни и оружейной палаты. Так, а мы сейчас идем на Соборную площадь. На Соборную площадь идем. Покажем то, что можно снимать, то, что можно посмотреть. Вот так выглядит проход. Проход. Постараемся заснять Соборы Кремля. Надеюсь, там сейчас служба никакой не идет. И можно будет показать. О! Коста снаряжения палаты. Так, а вон чуть дальше Алмазный фонд. Вот Алмазный фонд. Так, а мы идем на Соборную площадь. Прошли. Здесь просто надо билеты показывать. Периодически проходя. Так. Прошли. Здесь просто надо билеты показывать. Периодически проходя. Так. ВИП-персоны. Канал Мир вокруг Триловита. О, замечательно. ВИП-персоны. Так. Так. Не знаем кто это. Кто-то из наших лидеров. ВИП-персоны. ВИП-персоны. О! На фоне башни. Боровинская башня Кремля. И ВИП-машины. Ура! 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 Так. А мы с вами идем дальше. И осматриваем территорию Кремля. Кстати, здесь можно на машинах проезжать. Конечно, если вы сотрудник. Если вы работаете в Кремле, у вас есть промышки. А вот здесь, кстати, еще здесь такая одна есть тонкость. Смотрите. Вот здесь заезжают с одной стороны. Это, я так понимаю, типа кремлевской открытой стоянки. Ой. А выезд он там. О! 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 Спецмашина. Всех на галке. Все, как надо. Сейчас уже не утро. И можно смело отправляться домой, да. О! Слушайте, кто-то действительно выезжает с работы. Все. Впереди машины. Сопровождения были. А это, скорее всего, основной кортеж. Так что, кого-то мы запечатлели. Здесь можно перейти по пешеходному переходу. Так. Быстрее. Шикарно. Машина, кстати, есть. Я уже говорил. Машина ездит. Ой. Кто-то поворачивает. К нам. Так, 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 так. С поворотами там. Опа. Классно. Классно, 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 классно. Соблюдаем правило дорожное движение. Так. Проход закрыт. Туда нельзя. Но мы оттуда вышли. Мы оттуда вышли. Отлично. О! Какие интересные виды. Опа. Между кремлевскими стенами мы смотрим. Такие интересные кадры. Деревья. Ой, какой интересный там пейзаж. Что это такое интересное? Да. Точно, точно. Это какие-то там образования стоят возле домика. Спильные, не спильные. Техника стоит здесь. Наш редактор, как всегда, нам подает подсказки ценные. Но вот смотрите, что находится внизу напротив мана со скрипком. Так. Вон еще башня. А вон набережная. О, набережная на форме кустиков кремлевских. Вот так вот. Так. Сейчас гости столицы пройдут мимо нас. А мы пойдем дальше. Пройдем дальше. Кстати, много туристических групп. О. Да, вот подсказываю, что ледоход на реке Москварик уже вовсю пошел. Льда на ней нет. И можно, можно будет покататься. Возьмите. Да. Возьмите. Возьмите. Смотрите. Возьмите. лето, кстати говоря, если кто-то будет гулять летом с семьей, братишками, друзьями или просто с гостями столицы, то учите, что здесь все будет в зеленых таких листьях, и массивные листва вам вряд ли позволят насладиться красотами Москвы. Так что канал МИР вокруг Телобита. Зима, сейчас февраль. Такие у нас прогулки по Кремлю. Я, к сожалению, здесь не работаю, поэтому все так точно описать и рассказать хоть до каждого кустика у меня не получается. Что могу, что помню. Кто вам? Да, все здесь машинки с металками, кстати говоря. Все едут строго по своей полосе, кто по встречке не выезжает, поворачивает с указателем поворотника. Так что вот так вот. Кремль, Москва. А вы говорите, не соблюдается ПДД в Москве. Все соблюдается. Так, вон там кто-то едет с металкой. Но мы не знаем, кто это. Кстати говоря, вот Кремлевская стена, на самом деле, если кому интересно, она не такая и широкая. Площадка возле бойниц имеет достаточно ограниченную такую территорию. Но хотя ближе к башням расширения там вот имеется. Посмотреть. Вот так. Это Большой Кремлевский дворец. Да, вот он с нами находится. Да, здесь, кстати говоря, кто видел зарисовки со Дня науки в Москве, на канале делали видео, то как раз вот здесь все это дело происходило. На выезд поехал в сторону Боровицкой башни. Отлично. Так, кстати, помним виды со стороны Москва-реки, где мы снимали прогулки по реке летние. Вот. Узнаем башни и собор от другой стороне. Помним? Ага, здесь вот так получше будет видно его. Так, идем дальше. Так, вот мы дошли с вами до Благовещенского собора. Вот он он. Благовещенский. А то, что мы видели вдали раньше, да, такие купола интересные, это Архангельский. И сейчас мы с ними познакомимся поближе. Остаемся с нами. Канал Мир вокруг Трилобита. Да. Так, охрана. Сейчас мы припадем налево. Ух ты, какой снег интересный. На башне. Как расчистили. Так, сейчас. Вот такие вот кадры. Такие интересные люди в Москве. А, Новодевичий монастырь. Сейчас посмотрим. Новодевичий монастырь и башня Кремля. О, о. Вот такой вот вид. Такой вот вид. Так. Вот. Ну, идем дальше. Идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вид открывается Успенского собора. Он был построен в 1475-1979 годах. Был главным храмом страны, в котором венчались на царстве и корновались практически все наши царственные особы. Дальше слева у нас... Так, это у нас Благовещенский собор. Он был возведен в 1484-1989 годах псковскими мастерами и являлся домовым храмом многих великих московских князей, а затем и царей. Вот так он выглядит снаружи. Внутри могут уже съемку изобретить, потому что служба может начаться. Хотя вот вход открыт. Что-то можно попасть и посмотреть. И справа... Справа вот такой интересный своим фасадом. Это Архангельский собор. Это 1505-1508 годы. Служил в усыпальнице великих московских князей и русских царей. Так, вот он такой интересный. Здесь находится рак Ивана Грозного пола. Если память не изменяет. Вот такой интересный у него орнамент на входной арке. Изображение святых. Вот такие здесь интересные картины. Кирпич. Так что вот так. Идем дальше. Так, это Патриарший дворец. Патриарший дворец. Так, здесь про дворцы и соборные я все-таки отдельное видео сделаю. Потому что внутри съемка запрещена. Но зато дают интересные такие брошюрки рекламные. С указанием всех основных точек экспозиции. Ключевых архитектурных фрагментов. И, соответственно, комментарий к ним. Так что мы с вами все это дело обязательно увидим. Так. Вот наш государственный Тимлевский дворец. Главная сцена страны. Здесь был концерт, посвященный Дню науки. Так, о, машинки. Так. Вот у нас тут еще снегоуборочная техника. Как я и обещал. Сегодня у нас торник. Снег почти везде убран. Да. Наши ЖКХ сотрудники не дремлют. Выполняют свое дело. Так. А вот с Пасхой башни наши знаменитые куранты. Которые каждый Новый год отчитывают нам счастливый миг праздника. Вот так это все выглядит изнутри. Вот. А вот здание Сената. Вот у нас Кремлевская стена изнутри. Спанская башня крупным планом. Звездочка. Так. А вот здесь место реставрации стены. Здесь, как сообщили, возможно, появится новый архитектурный шедевр кремлевских соборов. Но это пока данные неточные. Вот. Туда уходит дорога, по которой мы шли. Кстати говоря, там если налево повернуть, мы на нее, по идее, и выйдем. Так. Знаменитый царь Пушка. Царь Пушка. Вот он. Исторический монумент. Так. О! Царь Пушка. У нас Царь Пушка на фоне Успенского собора и Патриаршего дворца. Да. Если тебя по дороге не ходить нельзя. Не рекомендуется. Пешеходы ходят по тротуару. Вот этот тротуар. Это проезжая часть. Там машина. О, елочки. Елочки. Замечательно. Так. Вот. Царь Пушка. Патриарший дворец и Успенский собор. Вот он такой вид. Делайте фотку в инстаграм. Принцкри нажимаем. Копируем себе в компьютер. Кадры интересные. Так. Видимо, не будем снимать. там у нас Архангельский собор. Вот. Такие вот вам Патриарший дворец, Успенский собор, Царь Пушка и Архангельский собор. Вот они. Такие вам кадры. вот так. А вот там у нас здание Арсенала. Во! Есть. Колоколь Ивана Великого. Спокойно. Да, вот светящиеся кусты. Кремлевская иллюминация. Светящиеся кустики. Так, видно, нет? Плохо видно на камеру. Так. А вот знаменитый Царь Колокол. Вот знаменитый Царь Колокол. Так. Охрана. Все, нам уже говорят, что пора выходить. Экспозиция закрывается. Все, вот он проверяет выходы. Все, все, охрана. Так, выходим. Про Царь Колокол мы вам расскажем в нашем следующем выпуске. Ага. Все, спасибо. Итак, с вами был канал Мир вокруг первобиток. Всем привет. Пока. Пока.